Вот мы находимся в Паново, деревне Паново, и вот брат Сергей Пупков и Илья Устинова отходят вместе в паре, переходим из дома в дом, пришли первые апостолы, встречались дома, благовествовали людям, собирали на площадях, мы также собираем в библиотеке. Взрослые, 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 взрослые есть дома, нет? Взрослые дома есть? Ну, это только мы сидим в наше. Позови ее, пожалуйста. Ну, как раздель у меня. Сейчас приглашение немножко втрачим, но будем передачивать. Добрый день. Мы в православном поселке Петерябька. Мы подойдем субтитры Ивановича. Приглашаю вас в 3 часа возле вашего клуба встретить беседу. И приглашение в библиотеке есть в нашем предповедении. Вы можете прийти, почитать. Про интернет. Если мама придет, то мне папа скажет. У нас будет беседа о Боге православной вере. Мы вас приглашаем в клуб. А он что, откроется клуб? Если не откроется, то возле клуба. У нас, можно сказать, время не работает. К 3 часам мы приглашаем. А в библиотеке работает, не знаете, в школе. А Евангелие у вас есть? Что? Святой Евангелие. Вот такая книга. Можно вам подарить? Спасибо большое. И вот приглашение на беседу. Ну, если не работает, значит, вон и прийти. У них есть сайт. У них много информации о жизни. Много ответов на все вопросы практически. Если есть вопросы, на которые не отвечаете, можете связаться с нами по телефону. Да. На, подари. Спроси, будет мужчина еще? Парень возьмет. Вы из этих домов? Да. Хорошее место. Хорошее место. Ух ты, Ли. Ух ты. Снимай. Вперед. Ух ты, Ли. Там баврид? Растоп. У50. Мы из православного поселка Потеряевка. Хотим подарить вам Святой Евангелие. Возьмите. Возьмите вас сегодня на встречу возле вашего клуба в 3 часа встреча-беседа. Там есть сайт, можете посмотреть. Или детям, сказать, знакомым, родственникам. Возьмите. Здравствуйте. Добрый день. Мы из православного поселка Потеряевка. Хочу подарить вам Святой Евангелие. Возьмете? Возьмите. Ну, никогда не поздно поверить в Бога. Да ну, уже не стоит. Почему? Как раз и стоит. Ну, возьмите тогда приглашение. Сегодня беседа в 3 часа возле клуба. Тут есть сайт, много информации полезной. Если когда-нибудь возникнут вопросы, то же, может быть, сегодня забыли, а завтра вспомните какой-нибудь вопрос. Вот можете найти там ответ, либо связаться как-то, спросить. Ну, я подумаю над вашим предложением. Хорошо. Может, возьмите? Ну, а чё, чё в нём уходят? Слово Божие. Господь сказал нам, как нам жить тут. Да я живу нормально вроде. Ну, вот вы узнаете, хорошо вы живёте или нет. Нормально, нормально я живу. Да не надо. Ну, родственники есть, дети, кому-нибудь подарите. У меня все и родственники, и дети есть. Ну, вот можете подарить. До 60 лет дожил. Как это так? Ну, слава Богу. Господь вам всё дал. Ну, ладно. Слава и удача. Спасибо тебе. С Богом. Слава Николаевичу. Игорь всегда рядом находится. Если что, Евангелие подать, приглашение закончится. Помощь. Слава Николаевичу. Слава Николаевичу. Зачем вы это делаете? Для истории мы снимаем. Для истории. У нас община, и мы для истории снимаем. Вот для начала надо спросить разрешение. Я на улице нахожусь. На улице. Вы меня на своей территории фотографируете? Я его не фотографирую. Я за территорию. Это военный объект? Это культура. Это культура. Культура? Вот вы культурно и разговариваете с нами. Я культурно и разговариваю. Почему вы не спросили разрешение? Почему мы должны спрашивать? Почему вы такие вопросы нам задаете? Это мой фотоаппарат. Я хочу фотографировать. Я хочу твою фотографию. Вы так думаете? Конечно. Вы очень сильно ошибаетесь. Я думаю, ошибаетесь вы. Вы Святой Евангелие читали? Мы принесли вам подарок. Хотим вам подарить. Вы принимаете? Подарки всегда принимают. Принимайте, во славу можем. Берите. Спасибо. Я не жлюсь, пожалуйста. Делаем ради Господа это. Я не жлюсь. А фотографируем мы для того, чтобы отчет нам дать? Чтобы нам еще дали таких евангелий? Вот. Для того, чтобы нам дали отчет и вы хотите сфотографировать кого-то что-то. Пожалуйста. Пожалуйста, можно еще раз фотографировать? Я спрашиваю. Можно разрешение? Сфотографируйте. Пожалуйста, в следующий раз, когда вы хотите сфотографировать кого-то, спросите разрешение. Если вы получите это разрешение, пожалуйста, сфотографируйте. Если нет, то дайте. Хорошо. Можно вас сфотографировать, когда мы вам дарим от Евангелия? Вроде бы. Давай. Плава. Спасибо. 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 До свидания. До свидания. До свидания. Не пересерчайте на нас. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Он там этот агентский магний сказал. Она так как раз остановилась потом. А я вот правда не помню, чего он там нам говорил. Какого-то. Я говорю, что это не нужно. Поэтому и не запомнила. На детстве ничего не легло. Да еще такая броня. Короче, говорят. Поговорили. Мама там опять в истерике. Я ничего не могу сделать. Правду надо говорить людям. Потому что ну кто они здесь здесь скажут. Кто с нами. А попов куча не стоят с этими плащеницами. Десять попов и не ровно десять бабок. Я думаю, что изменилось у вас там. Что, это нормально, что ли? На успехе с листой благородицы. Десять человек народу и пять попов. С плащеницей. Мы тоже в этой деревне. Тут есть православный молельный дом. И тоже видно. Ну недоброжелательно к нам настроены. Уже так с опаской. Вот мы ходим, молимся. Нам Евангелия не надо. Но нас удивило. Главное, что одна ихняя самая главная. Сказала, что у них и толкование есть. Я говорю, а что толкование? Она говорит, блаженный феофилак. В Долгарске мы так слею удивились еще. Они в Ребриху там, видать, ездят. Папа приглашают. У них молельный дом. А одна женщина из их никогорта, она. Беда говорит у нас. Йоговы одолевают. Не знаем, что с ними делать. А я знаю, что с ними делать. Приходите, я вам объясню и расскажу. Беда, нашлась беда. Самим надо шевелиться тоже. Ну, беда, это значит, их убивать надо. Потому что они как-то наряди хотят. В этот момент пью. Поэтому она в Дитали говорит. Это мы, что-то в Казахстане. Убить всех. Убить, погубить. Все. Это да. Это православный пикарский. Вот, где-то пойти родину защищать. В Алтайске будет он начинать. Как они падут смертью храбры. Законки, кто я, и вот ты поможешь. Не возможно. Иван, или отец, и огромная сияющая пропасть. Страшно, просто, страшно. Как сказал профессор Борис? Люди хотят найти спасение, а ничего не получают. Немного живут. Я окажу. Давай. С Богом, брат. С Богом. Поклон. У меня нормально на работе все, слава Богу. Ты приехал в Барнаул. Нет, я тут соскал в зоне, в Тайге. Соскал в Тайге. На перевале стою. На перевале. Я вернусь 10 октября, а ты... О, ну я попозже немножко. Даже еще позже, ничего себе. Ну, помоги тебе, Господи. Бог в помощь. Бог в помощь. Брат Игорь звонил, Дубунов. С Тайги работают у нас золотые скатеры. Слава Богу за все. Сегодня у нас 30 августа 2015 года. Мы находимся возле клуба, сельского совета. Рано в утро снимает. Рано в утро снимает. Рано сразу, я могу так. Фотографии делать. Вот. Сейчас ВИИ сфотографирует. А что ты снялся в хороске? Афановский сельский дом. Культуры. Ребрихинского района, Латайского округа. Как это выглядит? Да-да. Можно еще около гадельки? На беседу приглашали кто-нибудь сам, но никто не пришел. Шире-шире сейчас сфотографируемся. И поедем, это тоже помощь и обратно. В тот раз пришел один человек, в тот раз вообще никто не пришел. Вот так где, да? И от нам нужно перейти, да. Вот, как гаделька, что нам было видно. Угибаемся. 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 Дядь Володя, а ты где? Да вот он где. Открынивает. Ишь ты. Оператор у нас, когда что? Я вхожу. Птичка, полети. Все, поконим? Вон, какая-то молодежь идет. Сейчас. Нет, подожди мне. Время 4 минуты. И вот, если бы он послал овес. Овесчик маленьких. Нет. Они в какой-то другой жизни. А там магазин, да? Нет, после баты за пивом. А баты за сигаретами за пивом. Да, вот так вот. Вот как эти развалины, так и человеческая душа в конце жизни своей. Вот такая развалина. То есть уже не слышат люди, не видят. Не хотят и слышать Евангелие, видеть не могут. Прегресс вполне себе. На концовке ждет их вечная погибель. А другого нет. Мы же Куба, скажем. Да? Вы же Куба? Ну, мы же в Кубе, они же закрыты. Ну, значит, возле Куба. Возле Куба, мы так и говорили. Ну, такая погода. Мы даже вот на природе проводились здесь. Никита развлечься. Никита развлечься. Заходи вот так вот, отлево, отлево, и коза там. Коза там что-то. Они сейчас сразу подключили. Смотри, они здесь. Никита их даже напугает. Может, какой новый русский сейчас появится? Ну, вот такая хонда крутая. Видал что ли? Да. Слава Богу за все. Вот все-таки мы дождались. В Панноу находимся и дождались. Вот кто пришел на встречу. Дети. И сам маленькая собачка возмущается. Мы сегодня в вашу деревню. Вы как-нибудь могли ее погладить, чтобы она не угнилаилась? Халай. Ну, Господи благослови. Мы проходили ваше деревню по-новому. Православные христиане с поселка потеряют кому-то все. Ну, некоторые из города. Ну, некоторые из города. И приглашали на беседу сюда вот. Беседа о Боге, о Библии, о Христе. Да, это все-таки в Евангелии. Ну, ты хорошая собачка. Он закатил и ласкал. Ну, хлебушка дожил. Мы до тебя не тревожим. Стоит вон не уйдем. Все-таки ласкал. Вот. Не находили вас, не приглашали. Не видели нас. Никому. Вы просто сюда подошли, да? Да как не просто вы подошли. Это Господь вас направил. Вот он, дядя Никита, он вас сюда позвал. Как было делать? Да? Он вас сюда пригласил. Так это вот так Бог делает, чтобы мы сегодня были слушателями. А мы распространяем Богу и Весть о Христе. Попозвать ее. Ну, а что-то такого. Это история. Ну, вы снимаете все-таки себя. Вот это не надо. Мы все снимаем. Так вот, мы проповедуем о Иисусе Христе, благую Весть. Хотели бы вы узнать или нет? Как боитесь камеры? Как будто это страшный дракон какой-то на вас нападает. Чего вы камеры-то боитесь? А пред Богом мы каждый день ходим. Он знает тебя по имени Бог. И твое сердце знает и тебя. И меня, и всех знает, наши сердца. А как камеры, так мы боимся. Как будто что-то страшное. Это не просто так. Это значит, что-то есть. Стрыть и греть здесь в этом. Чего вы боитесь, как камеры? Мы же не какие-то бандиты. Мы вам благую Весть привезли. О Иисусе Христе. Хотели бы услышать? Что такое Христос? Что? В книге читалось хорошо. В школе-то что-нибудь читали? Да. О Христе. Я, да. Что-то в школе все равно преподает. Библия, там отрывки из Библии. А что вы из Библии знаете? Какие истории библии? Сейчас, сейчас. Не перебивай, когда старший говорит. Ну, ничего ты перебиваешь. Дрессировщик собак повелительно крикнул. Ну, что вы слышали? Какие истории библийские? Забыли уже, наверное, что за лето? Все выветрилось за лето, да? В школу-то собираетесь? Или нет? 1 сентября. Ну, вот кто такой Христос? Вы слышали? Там праздник Пасхи. Ну, мы знаем только что. Куличи да яйца покрашены. А Христос кто такой? Не знаете, наверное. Рождество Христово мы исправляем. 7 января. Пасха. Пасха это воскресение Христово. Так вот, 2000 лет назад, уже больше даже, 2015, родился Спаситель. Спаситель мира. Причем, он не просто Спаситель мира, он Личник. Спаситель мой, твой. Спаситель каждого человека. Вопрос, а от кого он спасает или от чего? От грехов спасает. Дело в том, что мы рождаемся, мы дети Адама и Евы. Знаете, что тогда мы произошли? Первый человек, Адам. Да, ученые уже доказали. Хоть в школе говорят, что мы обезьяны, но это все нам вгуд. Я сам учитель, сам преподаю биологию, но я никогда так не говорю, что у нас обезьяны произошли, потому что это волшеб. человек, обезьяна, это совершенно разные чувства. Это так же, как ежик может от собаки произойти. Или собака от ежика. Вот раз вдруг собачка бегала, а потом ежик появился от нее. Но это все вгудно. То есть человек произошел именно согласно Слову Божию. А Адам он. А Адам Божий, его сотворил Господь. Вот вы будете изучать Кимии, вы узнаете, что все элементы или почти все, они в нас присутствуют. У нас и железо, и кислород, и водород, и прочее, прочее. Ну вот в восьмом классе будете изучать это, вы еще возраста у вас не тот, чтобы изучать. Так вот, Господь Иисус Христос пришел на землю, чтобы спасти от греха, спасти от вечной смерти. Веруя в Него, мы имеем доступ к вечной жизни. То есть мы имеем доступ к благодати Божией. Это дар Божий. Господь Иисус Христос был умершен за наши грехи. Воскрес на третий день Пописания. И кажется, современного человека невероятно. Как может воскреснуть кто-то, если он мертвый? Были такие случаи в истории, были. В Ветхом Завете об этом описано. Воскрешение мертвых. Человек совершенно не бился. Даже вновь в Завете не бился чудеса. Мертвый человек несколько суток лежит и вдруг оживает. Так Бог делает. А Христос Сын Божий. Он пришел на землю, чтобы спасти нас от грехов. Он сам своей силой, своей властью воскресил себя. Хотя он говорил, что Отец меня воскресил. Но это для тех людей, которые не могли понять его слов. Поэтому Рождество Христово – это не просто день рождения, мы его замечаем какой-то. Это Рождество Спасителя, который пришел в мир, чтобы спасти грешных. То есть меня, тебя, всех нас. А Пасха Христова – это воскресение Христова. То есть когда Он воскрес на третий день по Писанию. Об этом говорит Священное Писание. Слове Божьим говорится, как должна девочка одеваться. Что вот мужскую одежду она не должна одеваться. А вот вообще в каких-то шортах, трусах – это вообще не много. Но это вас так научили. Вас зомбировали. Что вот одежда именно такая должна быть и ходить. Вот какая одежда должна быть у женщины. Смотрите. Это благочестивая христианская одежда. Вот девочка еще в юбке, а ты в таких-то вот этих. Ну я так хочу. Ну ты потому что не знаешь Бога, и тебя так родители воспитывают, поэтому и хочешь так. Самость называется. Вот я хочу так скажу. Но запомни, Богу это мерзко. Мерзко предлини. То есть пред Богом. То, что Он высоко ценится у людей-то мерзко пред Богом. Тоже вот у нас не красятся они. Сережки не может. Потому что это косметика. Привлечение другого человека. А пред Богом это тот же мерзко. Вот так. А вот дрессировщик собак. Он вам много может рассказать. У него собачка заняла первое место в России. По России первое место. И сам мастер. Правильно я говорю? Может вам собачка много что сказать. Чья собачка? Твоя. Твоя? Да. Она хорошая собачка. Послушная. На чужих она лает. Она правильно делает. На чужих. Чужой команду дает. Каждому кто приходит сюда на беседу. А вас трое. Лет пять или шесть назад мы сюда приезжали. Наши книги тут. Вот. Мы можем приглашение вам оставить. Приглашение в вашу библиотеку. Я сегодня встречался с вашим библиотекарем. В вашей библиотеке вот книги. Тебе дать такое приглашение? Сохранишь ты его? Родителям передайте. Ну я их не трону. Творческие. Каждый кто приходит сюда получает дар Новый Завет. Хотели бы взять в дар Новый Завет? Это Слово Божие. Хотели бы? Да ну только чтобы сохранили вы. Сохраните. Принесите домой, чтобы у вас и родители читали. Братья, сёстры, если они есть. Да. Вот этот момент когда передаете. Вот если будете жить по этому Слову Божию. Вы можете спасти свои души. Быть в раю. Может вы сейчас в рай не верите. Но здесь в Слове Божием говорится об этом. Что есть райские обители. Наша жизнь это всего лишь как миг, как пар. Вот сейчас ты молодая, красивая. А пройдёт быстро время, если даст Бог. Всё уже и старость. Наши дни летят быстро очень. Я вот с кем говорил, бабушкой, 80 с лишним лет. Ну я бы недавно, говорит, бегала, такой девчонкой была. А сейчас вот уже, как говорит, всё быстро прошло. Ну вот, об этом вы не думайте. Ну читайте Слово Божие. Читайте. Хорошо читайте. Как учатся из-то в школе? В четвёрке-четвёрке. В четвёрке-четвёрке. А мальчик как? Учится. В четвёрке-четвёрке. Ну вот. Значит, читайте хорошо. Слава Христу. Сохраните эти книги. Мы эти книги даже распространяли в различных городах. Доехали до Парижа. Знаете, такой город Париж? Что это? Часто ли. Вот долго сюда. Париж. Часто ли. А? Нигде по всему континенту Евразии проехали. Во Франции, в Германии были. И мы-то от этого ничего не имеем. Мы дарим людям Слово Божие. И наши книги, которые здесь в библиотеке сейчас. Вот они здесь есть. Там много очень фотографий. Можете прийти и попросить, чтобы фотографии посмотреть. Много очень фотографий детей наших. Как одеты дети наши. Тоже так же многочастливо одеты наши девочки. У нас там своя школа потеряется. Ну, рядом с вами, например, ваши, так сказать, соседи. Вот так. Ну, вопросы есть какие? Нет вопросов. Ну, кто-то еще может что добавить где-то. Сестры тоже можете поговорить, сказать. У нас в этом плане здесь нету такого жесткого регламента. Это в церкви говорят мужчины. Чтецы там и так далее. А сестры могут и на благовесие. Есть слово сказать поколению? Мы когда были здесь, всего один человек приходил лет пять назад. А теперь уже три. Небольшой прогресс. Ну, брат Владимир, возьми у него камеру. Ну, я единственное могу дополнить для них. Есть такое поучительное стихотворение. Вера Пухнир, какая-то правительство. Не знаю, живая сейчас, я планирую. Я написал какое-то, которое называется. Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для сложения царства суеты, но чтобы здесь, но чтобы здесь, по жизненному храждению. Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, для служения царству суеты, но чтобы здесь. Вот есть, что-то у меня не получилось. То есть, видите, жизнь, она стремительно идет. Мы тут как странники, пришельцы. Странники. И мы не задумываемся об этом. Сейчас вот молодой, бегаешь, играешь, в школу пойдешь. В какой класс-то пойдете? В шестой. У нас есть один ученик потеряется, в шестой класс пойдет. Там всего у нас пять учеников. А было раньше двадцать. Ну, вот так вот получилось. И мы тут странники, пришельцы. Дальше вечность. А вечность или со крестом в раю, или в аду. Даже сейчас в фильме показывают. Рай, ад. Кто-то по-человечески изображает. То есть, у вас два пути. Рай или ад. Вот сейчас вы услышали благую весть. И будете читать Слово Божие, и веровать. Есть еще надежда, что вы попадете в рай. Вот так. То есть, вот этот момент, не просто так. Вот вы пошли, что-то тут гуляли. То есть, вы не слышали по деревне, что он кто-то приглашал, да? И вдруг подходит такой, дядя Никита способом, благослови его Господи, и вас туда привлекает. Это все в промысле Божьем. Чтобы вы услышали благую весть. Видите, какое тихое, мирное время. Дети Донбасса, которые там жили, жили и погибли. Они уже этого не услышали. Знаете, что такое Донбасс? Украина. Восточная часть, где война. Просто бегали, играли. Футбол играли. Бомбы упали. Все. Три мальчика погибли. Понимаете, как все быстро меняется. И дети пришли на суд. Тоже жизнь окончилась стремительно. А мы думаем, вот, я еще завтра хожу. Бог знает. Бывает так жизнь разворачивается, что завтра у нас не будет. Пока вот сейчас время настоящее. Нужно этот момент ловить, читать Слово Божье, веровать по Евангелии. Ныне время благоприятное. Ныне день спасения. Вот сейчас время благоприятное. Вот сейчас день спасения. Богу нас не слава, вовсе не слава. Ну, давайте, сфотографируемся. Сначала помолимся. Помолимся. У нас солнце. Да, вот, вонсок, вонсок. Умейте молиться? Вы, если вы, вонсок, у вас, вонсок. Крест на знамение. Вот так три пальца. Пальцы, если поднимите. Господи, благослови. Вот так накладывайте. Еще раз посмотрите. На лоб, на шрево, на правое плечевое, на левое. Мы помолимся, а вы как хотите. Тоже можете стать. Только девочки на лоб, на хвосте. Мальчик может помолиться. Господи, благослови все селения и направи людей, которые здесь живут, на путь спасения этих детей, Господи. Направи на путь спасения, покаяния. Найди новые души, Господи. Приведи их к истинному хрящению. Ибо многие не знают Тебя. И гибнет Россия во грехах. И благослови и наше возвращение, Господи. Добрый ангел и хранитель насопутствует нам. И в этот час посети нищих, сирот, вдов, одиноких, обездоленных, страдающих, болящих, гонимых за веру, томящихся в узах, темниться за Слово Твое. Милующих, питающих нас и подающих нам милости нас. Тебе за все хвала, хвала, чести, поклонения, Отец Камей, Святой Дух. Аминь. Все с Богом. Продави Господь. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продави Господь. Вот он нарезанный хлеб. Попробуйте. Лия, попробуй наш хлеб испеченный. Конечно. Потом скажешь оценку. Давай я на этом... А вот это мой хлеб. У нас есть и духовка, и по печи. А у нас русская печи и все. Ну понятно. У нас будет когда-нибудь русская печи. Мешочки, да, не разбрасывайте. Вот мы уже вернулись из деревни Панула с Благовестия. Приехали в деревню по Теревьевку. Сегодня 30 августа 2015 года. Газелька наша. Брат Игорь наш встретил барабаш. О, Игнатий нас встречает. Игнатий нас тоже встречает. Где-то возьми у него видеокамеру, пожалуйста. У меня садится, скажет, что у меня батарейс. А где Пупков? Встречать брата. Я же ему позвонил. Истратил. Сказал минут до 5 до подъезда, сообщи мне, что это. Но брат ему позвонил. Ему надо здоровье встретить. Не понял. Двоюродный брат позвонил с города и просил его встретить. Он из Барнаула едет. Он на повороте на 73-м километре ждет его. Пешком придет? Почему? Он с ним на машине приедет. А какой брат у него? Двоюродный какой-то брат. Игнатий Тихонович, вы пачку этики. Я уже это хотел попросить. Иван, возьми. Витя! Витя! Ну что? Довольно? Слава Богу. Так, и где остальные это? Нет, закрыто. Давай. Виктор-то где? Пускай ставят в машину. Пойдем. Шутовато.